4 апреля завершил свою работу второй адаптационный лагерь для 80 выпускников детских домов и школ-интернатов, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Шаг в будущее» – такое название дали организаторы лагерю. Инициаторами его созданий выступили региональное министерство образования и областной ресурсный центр. Дети были свободны в выборе мероприятия, свободны в общении. И это первая особенность лагеря очень важная. Вторая особенность, мне кажется, лагерь – это мероприятие было неформальным, исключительно важным. Не было каких-то границ. И если они были, то они были незаметны. Дети могли заниматься тем, чем они хотят, но в определенных, конечно, рамках. И эта неформальность привела к тому, что, как я слышала, им очень понравился лагерь. Основная цель проекта – формирование у детей-сирот навыков социализации, коммуникации, умений, самостоятельной жизни перед выпуском из детских учреждений, оказание им помощи в выборе будущей профессии, круга общения и увлечений. На сегодняшний день в Рызанской области проживает 3540 детей, относящихся к числу сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 84% из этих детей находятся на воспитании у семьи. И это очень хороший показатель для нашего региона. Остальные 16% – это дети-воспитанники детских домов и школ-интернатов. Сегодня эта цифра – 552 ребенка. Немаловажен тот факт, что 45% из этих детей обучаются в специальной коррекционной организации. То есть дети имеют отравление в развитии, либо инвалидность. Все понимают, что этим детям вдвойне тяжелее устроиться в жизни, найти свое место, обеспечить себя всем необходимым. В работе лагеря приняли участие педагоги, воспитатели, психологи образовательных учреждений, а также волонтеры и представители различных общественных организаций и предприятий Рязанской области. Для выпускников была разработана интересная программа, включающая мастер-классы, тренинги, культурные мероприятия, встречи с интересными людьми, а также были организованы ярмарки профессий. Специалисты самых разных направлений в течение пяти дней помогали подросткам найти свои жизненные ориентиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова